Главное не перепутать. Марка Гак родом из Гуанчжоу, а ее амбассадором заявлен Василий Вакуленко, больше известный как рэпер Баста. Бренд Джак отличается не только первой буквой J вместо G, но также происхождением. Государственная компания Аньхой Цзянхуай Automobile базируется севернее, в городе Хафэй. У нас Джак более-менее известен своими грузовиками, плюс недавно китайцы вывели электрический хэтчбэк со сложным названием IEV-7S по цене больше 2 миллионов. А теперь компания из Хафэя презентует лифтбэк J7. Его будет продвигать бывшая солистка фадеевской группы Серебро Ольга Серябкина, а презентацию провела выпускница фабрики Звезд 3 Ирина Ортман. А теперь про автомобиль. По габаритам Джак J7 крупнее Шкоды Октавии, хотя скорее на него обратят внимание потенциальные покупатели Рапида. Единственный двигатель – полуторалитровый турбомотор, с которым могут работать механика и вариатор. Традиционно китайцы делают ставку на богатую комплектацию. В базе, за которую будут просить 900 тысяч рублей, заявлены медиасистема, светодиодная оптика, виртуальная приборка и многое другое. Добавим, что Джак J7 рисовал дизайнер Даниэль Галлионе, в свое время сотворивший несколько моделей для марок Альфа-Ромео, Ланча и Мазерати. Но такие цены вряд ли привлекут ценителей итальянского стиля. Компактный кроссовер Kia Seltos отпраздновал приход нового модельного года. Но подарки достались не всем, а лишь двум топовым моторам. Это, напомним, двухлитровый атмосферник и турбированный 1.6. Так в медиасистему была добавлена возможность беспроводного подключения через Apple CarPlay и Android Auto. Кроме того, кроссовер обучили напоминать водителю, если на заднем сидении остались дети или животные. У двухлитровых Seltos в топовые комплектации получили дефлекторы вентиляции и зарядные разъемы на заднем ряду. А к самым дорогим Seltos Premium и Premium Plus с турбомотором 1.6 Отныне прилагается система предотвращения фронтального удара и предупреждения столкновения при повороте на перекрестке. Формально машины подорожали совсем чуть-чуть, от 5 до 15 тысяч рублей. Правда, буквально за неделю до этого Kia уже печатала новые ценники для этой модели. Поэтому суммарно прибавка составила 25-30 тысяч. Редактор субтитров А.Семкин